Так, ну что ж, всем привет, парни! Сегодня мы продолжаем играть в Far Cry, но Far Cry не пятый, а его продолжение, как бы, это, вот эта часть вышла после Far Cry, и тут суть в том, что была ядерная война, и люди остались выживать, как бы, сами по себе, оружие сделано из того, что есть, всякий труп там, ну, берется оружие там, какой-то ржавый, доделывается, это моя напарница, и сейчас нам надо взять Абампос выше ранга нашего оружия, то есть там будут бандиты уже в броне, которая будет выдерживать много наших попаданий, и поэтому мы будем, как бы, ну, пытаться его взять. Как бы вот так, сразу начинаем с экшена, погнали! Всегда есть бандиты, которые хотят нажиться за счет других, и всегда есть хорошие, ну, такие, как я, которые спасают хороших от плохих. У меня, на мне стоит российский бронежилет шестого класса, поэтому мне пока нормально. Что такое, что такое, что такое, что такое, где-то взорвалась собака, заминированная у бандитов из собаки, на которых есть жевчатка, ну, и которые, не бандиты, не справятся на врагах. Стоп, 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 есть еще один, и разрывается. Так, ну, напарница мы ее подстрелили, и вот она горвет, ну, блин, там снайпер бьет, не знаю, как пойти помочь, не помочь. все к сожалению мертва мертва не подает я тебя вылечу потом это моя напарница я ее потом подлечу то есть оттащу ее снаферки то есть можно набрать трав определенных и вернуть своего напарника жизни я рачьи снафер не но бронежилет помогает пока я живой так сейчас я ее вот так можно воскресить своего напарника и подозвать к себе вызвать меня да уж конечно твою мать нет один выстрел один труп ты где куда тебя выкинул вот так минометный удар и все я буду мстить ужасно бегать по станции но они почему-то не помогают не помогает непонятно стоят и не стреляет может надо команду стоят на по моему 2 или 3 штурмовика в этот красный или розовый специальным не сгораемым костюме короче их убить очень очень сложно их убить они убивают вас на раз все не могу я ее воскресить потому что не хватает у меня целебной травы хотя нам мало нет но если выбрать своему напарнику хорошую позицию его достать из гранатомета или снайпер а он будет в принципе вам при вас прикрывать то тогда нормально но вот я выбрал плохую позицию и на мячах вот он сейчас меняется по-моему на тебя сукавляться на будет то сколько же у вас как у меня это она да если только парнула на глазах как ты меня увидел ты сволочь и только броня уже лет шестого класса российского производства опять спасает меня хорошо что не в голову стрянул так еще ну-ка держи конфетку блин так уходим 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 миномич получил новые координаты уходим очень тяжело брать вам посты если у вас низкий класс оружие вообще ходят люди эти бандиты в брониках ходят с минометами с огнеметами вот такие не дрожи все позднее и деват Вон красный этот стоит. Надяно. Оба, 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 оба. Что такое? Они так маскируются тщательно, так выбирают позиции, что иногда просто не... Они в тебя стреляют, а ты не можешь их найти. Откуда? 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 Как? Да, блядь, на вышку больше не залазите. То этажер. Блин, далековато. Далековато. Да еще и сбежал с лес. Хочу калаш, парни, хочу калаш вот третьего уровня наш. Но на него надо 10 микросхем. Это очень дорогая вещь. И в следующем задании мы попробуем добыть трех зубров-мутантов. То есть это после ядерной войны получились такие мутанты-зубры. И вот за них они... У них шкуры, короче, очень дорогие. Надя, суда! Вот, вот, блядь. Шкуры их очень дорогие. И за них дают по 10 микросхем. За одну шкуру. Так, готов. Пойдем в следующее задание охотиться на них. Я хочу купить калаш третьего уровня. Не могу бегать с пиндосом наружу, оно меня раздражает. Вот, хоть повстанцы с оружием мне ни хрена не помогают. И я бегаю, спасаю, жопа, блядь, их жизнь. И они мне не помогают. Far Cry 5 такого нет. Если рядом с вами не обязательно вам помогают. Здесь вот такого нет. Здесь такой эгоизм игровой. Всем настрать, что-то не может. Но если ты умеешь чтобы на упастанце, они все окрысятся и будут тебя гасить. Так, 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 так. Один, вот этот красный, блядь, и он... Так, попробую подорвать. Опа, а где этот-то, блядь? Этот уже сгонялся, сука. На-ка, сука, на-ка, сука. Его ничего не берет, у него... Блядь, смотри, он как ниндзя бросает вспышку мне в глаза, блядь, и я понял сзади. Блядь, тварь, хитрый, блядь. У него специальный, несгораемый костюм и плюс бронежилет специального. Ну, не выше российского, конечно. Но пробить не могу. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок, Дима Торзок! Я сгонялся, сгонялись. Я сгонялся. Я сгонялся. Блин, я хотел с ним один на ножах сразиться, бля, так иначе не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля, кто откуда садит, непонятно. Вообще, бля, где будет, где будет. Кто-то кто-то садит, бля, вроде пулемётчика нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держитесь, подмога в пути! Еще подмога идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА улазан как он бля по лестнице спустился ни хрена себе ничего не бьет сука задолбал гоздины бульет на тебя сука, на тебя сука на тебя сука, на тебя сука блядь сдохнул вот дорогу ГТ против штыки, сука, никакой костюм не поможет. Так, ладно, дальше что у нас осталось? Да, в воду, в машине, я думал, у меня граната там нужна. Нашел такое место, чтобы большей части этой базы простреливать. Где машина? Все, есть. Фу, это было сложно, это было сложно. Вот такой у меня чувак. Красивее оружие я не нашел у них в базе Морд. Ну, вот такое. Прически тоже крутой такой не нашел, как у меня. Ну, вот такая обыкновенная армейская. Думаю, это место можно улучшить. И, наконец, заняться недоумением. Люд! У меня был данный на самом деле. Это место. Твёрт. Серж. Твёрт. 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 так ну что надо оживить напарницу без нее скучновато баба в походе всегда пригодится так что сейчас мы ее оживим и для этого мне надо набрать зелье зелье спасительное зелье не не а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сейчас приду давай подожди сейчас она прикател Так, ну что ж, едем дальше Едва пронесло Так, не отмечено ни наше, ни вражеское, надо поверить Олень, 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 наверное, третьего уровня, ну-ка проверим Второго, ну да ладно Снайперай, 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 сука, сука, сука Получив одну ранение, ей бы спрыгнуть с крыши и спрятаться, так она побежала в укрытие, чтобы меня добить Я прикрою! Здесь надо добыть тот или иной тайник, там какой-то схрон Здесь надо добыть тот или иной ключ, либо электронную карту И здесь все так, блин, ну короче прикольно Здесь вот из-за этих загадок играть прикольно Уже иду То есть, ну смысл весь понятен, да? Есть простые люди, есть бандиты, да? Смысл понятен Ну вот сам процесс, вот поиска всего там Что нужно раздобыть, там ресурсы, все такое, чтобы выжить И не всегда так просто дается, как бы Ну вот это интересно Мне снова повезло Все-таки иногда вот это, то, что спрятано где-то, лежит на крышке На крыше, допустим, вот эти шестеренки То есть я шестеренки, я понимаю, запчасти Почему они лежат на крыше? Ну они где-то должны быть в каком-то ящике в доме лежать, да? Если они разбросаны После какого-то взрыва, да? Я там собрал запчасти Это должно быть на дороге где-то Ну почему на крыше? Ну вот это немного неправильно Сундучки, да, ну сундучки вот Были тут два снайпера, да? Ну могут быть у них личные вещи Сундучки, согласен Могут быть и на крыше Ну вот запчасти на крыше никак не могут быть Опять же, какие запчасти? Если запчасти для оружия С учетом того, что там сидели снайпера То в принципе я согласен Если запчасти для машин Никак они на крыше быть не могут Так, ладно, ищем У нас тут много чего надо найти А как, я ни хрена не знаю Где-то еще есть материал А где, я не знаю Давайте, во, ну как-то яма Вот эти ямы обожаю Это значит, что вас ждут загадки Загадки И их надо разгадать Естественно дверь Естественно огромный схрон И естественно она закрыта А где ключ Вот в этом вся и загадка И сейчас мы будем его искать Для этого нам нужны подсказки А где их найти? С СВД хобби Пиндоски Ищем все, что похоже на подсказку Записка, есть записка Так, читаем записку Короче он отдал Зверя вызывает через звон в колокол Через звон, да Приходит зверь И зря я ему отдал ключ Ну, понятно Все, вот она подсказка Подсказка Сейчас нам надо найти колокол Или что там Колокольчики какие-то И позвонить Так, вот он колокол Стучать наверное надо Да, есть звук Есть колокол Есть рык Все, ищем Ищем зверя Я люблю свою семью Но иногда мне нужно отдохнуть А где он? Навряд ли я бы ему сказал Ко мне Сидеть И он бы послушался Да Отлично Ну это еще одна из завязок Ох, а скрунта Какой здоровый Вот детали так могут храниться То есть их человек Спрятал Чтобы потом собрать Какой-нибудь Такую штуку Журналы Так, сейф Сейф я научился Скрывать без горелки Поэтому Не будем ждать время Все парни Отлично Хорошо Это я так удачно Проехал мимо этой деревушки Церкви И попал на хороший схрон Это замечательно Так, у меня уже все улучшено Кроме рукопашного Рукопашного боя Которым я могу завалить Вот того красного Штурмовика Спецназовца В специальном костюме Его я пока в рукопашную Не могу завалить Кроме Стыковой атаки Которую вы Имели Место наблюдать Буквально Десять минут назад Так, добью Тут до последнего Ну не до последнего Тут сколько можно Сейчас я его Еще раз усилю Улучшу Ну и ладно Пока хватит Так, пока я тут лазил Тут искал Тут уже ночь Поняла Так, не дадим Шкуре пропадать Если живем И едем дальше Идем Коду Похоже у тебя Девять жизней Нельзя потерять Это место Так, ну что ж Добрался я до базы Сейчас парни Пойдем охотиться На зубра Вот этого мутанта Который Каким-то образом Выжил После ядерной войны И естественно Приобрел Какие-то Свойства Специфические И Его шкура Теперь Очень дорого Ценятся И за них Можно Получить Микросхемы Вот они У меня Всего их 5 штук Поэтому Как бы Пойдем И Поохотимся Моя напарница Будет Приманкой Она будет Его отвлекать Стрелять По нему А я Буду Его Попытаюсь Завалить Как бы Вот так Так Возьмем Ружьишко Помощней Уберем Это Пиндоское Говно Возьмем Другое Пиндоское Говно Но Чуть Помощней Ружье Второй Мировой Войны И Поедем С ним Поохотимся Не будем Тянуть Друзья И Сразу Отправимся На вертолетную Площадку И У нас Такой Прекрасный На место Назначения Вот Такое У нас Теперь Но вертолет Вертолет Такой же Как из Far Cry 5 Только Более Разукрашенный Здесь Вообще Вся игра На более Цветастая Такая Яркая Потому что Ее Делали Две Негритянки И Мы Понимаем Что К чему Тут Все Это Ведет Вся Эта Цветастость И Разнообразных Цветов Как Вот Так Вот Обитание Зубров Я нашел Есть Такое Место И Сейчас Мы Сюда Отправимся Ну Давай Давай Время 5 утра Она Спит Еще Быстро Машина Я Тут Едем Что Не Выспалась Ну Еще Объем Пару Зубров И Все Будет Окей Так Направление Направление Правильное Летим Я Думала Мне Конец Если У вас Есть Вертолет То Достать Ресурсы Особенно Такой Как Метанол В принципе Очень Летко То Подлетаете В Топливной Базе Третьего Уровня Низко Чтобы Оживить Врага Чтобы Он Начал Двигаться Заметил Вас И Расстреливайте Только Обязательно Надо Менять Положение Вертолет То Вилять Там Высоту Менять Иначе Вас Очень Быстро Соберят И Вы Останетесь Нищим Если выживете Придется Драться С Таким Оружием Которое Есть Собыкновенного Ну ладно Мы Летим На Зур Вылетели В 5 утра Даже Раньше Вот Уже Рассвет Замечательно Здесь Ночи Не такие Длинные Как Фаркраин 5 Поэтому Ну В принципе Это Рад Я не люблю Ночь Ночь Там Делать Весна В Ранний Квец Фаркраин Во втором Третьем Вот я Играл Там Можно Было Зайти В какой-то Схрон И Переночевать Лечь Переночевать Знаете Как в метро Поставить Время На утро И у вас Ночь Ночь Пролетит И Настанет Утро Это Было Очень Красиво И Прикольно Сейчас В Фаркраин Такого Не Сделали Я Не Знаю Почему Ночь Реально Доедает Если Вы Попали В ночь То Вы Задали В ночь То Вы Лучше Ночь Будете Бегать И Вот Это Плохо Так Ну Ладно Нам Повезло Мне Повезло Сейчас Рассвет И У меня Впереди Целый День Чтобы Найти Зубы Так Вроде Никто Не Стреляет Сам Сажусь Так Зубы Здесь Где-то Их Надо Еще Найти Стопе Стопе Что За Перестрелка Бля Увидел Нас Вот Этот Мешочник Вот У бандитов Есть Тоже Чувак Который Бегает С патронами Раздает Патроны Бандитам Его Надо Обязательно Замочить Но Он Никогда Не Дерется Он Боскресе Валит Он Бросает Дымовну Подвлекает Вас И Валит Но Вот В этот Раз Не В ту Сторону Повалил Собак И Я Завалил И Там Много Очень Вкусняшек И Это Замечательно Интеллект У ботов Здесь Очень Хороший Мне Нравится Играть Мне Скучно Просто Так Не Постреляешь И Всех Прямо Не Поубиваешь Сложу Конечно Так Приказал Девчонки Сидеть Здесь За Камнем Прикрывать Спину Нельзя Любили Человека Тублюгки Девчонки Девчонки Так Ну что ж Пойдемте Искать Зубля За этим Мы сюда И прилетели Я Иду Так Так Стой Что это Там Блядь За Пиднюк Что это Там Так Вот 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 Видите Боже Виктор Я Один раз Я Увидел Он Меня Прибил Вот Он Еще Сейчас Направлю Девку Вот Она Будет Показать Боже 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 Что Боже Вот Надевку Он Сагрился Отлично Я долго Не выгожу Валим Ему Надо В живот В эти Огненные Места Сборозь Все Замечательно Не думаю Что легко Вот видите Баба в походе Всегда пригодится Видите Замечательно Если бы Не было Ее бы не было Он бы на меня Постоянно бы Загрился А в лоб Его не пробить Мне бы Постоянно Приходилось бы Стрелять Ну в лоб Его Сбоку Не зайдешь А так Вот Замечательно Так Надо еще Двоих Завалить Надо еще Чтобы Этих Микросхем Было В достатке Ищем Ищем Этих Зубров Пошли Пошли но и цветочку нужно до знаете для чего здесь есть ресурсы обязательно их надо забрать ради этого игра и создавалась чтобы собирать ресурсы выживать и строить новую жизнь, строить технику блять змея сука ненавижу сука мне поплохело, потерело, но есть противоядие и это замечательно так что там блабла блабла не могу прочитать слишком мелко вижу 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 еще один строн небольшой вот прикиньте за маскирование я его не видел еще где-то есть пружины, но я их не вижу тоже на запчасти а есть еще одна у всех нас есть причина ненавидеть этих тварей в масках я бы примкнул к психам в масках, но они слишком жестокие так еще зубы, но это не тот, это простой зуб иногда вот такие простые зубры охраняют тех зубов и набрасываются вдвоем на вас как бы это типа самка и самец блин не могу еще найти я не знаю я не знаю я не знаю вот они где все нас такое сделала это всегда так ну что еще осталось все еще надо убить зубра он может быть показывает с какой стороны он на карте у тебя находится на радаре но может быть совсем другом лесу то есть расстояние не указывается слева там 30 метров 50 метров а просто слева если в этом может быть в другом лесу совсем через дорогу туда бежать в тот лес поэтому иногда очень зверя трудно найти готов так и выживаем все идет ход иначе бы у меня от инвалиде я думала мне конечно блин что-то я совсем заплутался и просто не могу его найти бегаю туда-сюда туда-сюда вот он слева вот он вот он вот он вот я пошла сейчас он напрямую вот давай ну он и не успел что он не ну вот отлично вытянутся меня здесь мясо ну да я тут огреваю а вот и защита пришла я что-то слышала так что придет свалить оболочки все замечательно изымаешь имущество и зверь развалил и цветы вот такое охотник а в одиночку он вас завалит конечно в одиночку завалит он пока не подставляет если вы один бывало больше его шкуру не прошибешь так это задание с фотографиями но я фотографировать не люблю поэтому я не буду брать это задание ребята вы сами читайте на записках потому что я звук записываю уже в повторе а повторе у меня в очень мелком режиме и я поэтому прочитать не могу ну что-то там детей она встретила накормила и что-то они потом мне не остались и ушли то есть и вот тут дается задание сфотографировать 9 мест где что-то происходило в этих местах что-то якобы происходило в этих местах но я люблю стрелять и фотографировать я не люблю так перед нами еще один аван пост так я не могу к нему как бы его разграбить и перезапустить как бы вот когда вы грабили грабить а вам пост допустим нажимаете кнопку разграбить там появляются враги и там 2 уровня либо 3 уровня и вам надо его вернуть уже вот с большим уровнем ну чем больше уровень вам просто бандитов то есть они защищены они укреплены тем больше он дает этанола и всяких запчастей всяких как бы вот так еще один еще один зубок вот это да вот это да вот это да и на Так по жопе бесполезно. Бандиты спугнули, блин, ну не знаю. Пока будет бандита варить, он убежит. Показываем! Большая находка, большая находка. Сам пришел. Блядь, тига, 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 тига. Слухи взяли, взяли. Вот, ты же бесполезно. Тига, тига! Слухи взяли. Тига, тига. Вдруган, тига! Позже! Берегитесь огня! Я пошла, не тройте меня! Пусть повстрелилась стерва. А могла бы жить и рожать детей, вот зачем тебе это надо? Ну, получи. Так, что ж, парни, нам надо отъехать от этого авампоса, чтобы потом запустить его разграбление. Прикраю! Так, ну что ж, погнали дальше. Так, где-то там напарница, помощница. Молодца! Хорошо справилась, погнали! Пошли! Ты где? Вперед, вперед! Звук у мотоцикла просто. Я на это, да? Так. Я тебя достану! Класс! Звук угрома! Звук угрома, Yang Cthulhu! Звук? Откуда берутся? Идем! Едем! Жива и еще жива! Нет, нельзя еще разграбить аванпост, надо отъехать Попадать! 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 Готов! Попадать! 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 Если я третий уровень взял, то что-то первое, второе, первое. Я сразу за тобой. Осторожно, впереди враги. Так, давайте, пока изготовим. Так, обязательно мяско. Мяско привлекает диких животных, которые могут помочь убить врага. И враг не заподозрит, что здесь находитесь вы. То есть кидайте мясо посередине вам поста. И могут они убить сразу, конечно, этого зверя. Но как вам повезет. Либо они могут сразу убить, либо зверя загрызет достаточно много бандитов. И это вам на руку. Если вы хотите по-тихому, то обязательно надо уничтожать вот эти сигнальные вышки. Вот эти. Чтобы не высохнуть, чтобы не выжить тормливков красных кальцов. здесь хорошую миссиску можно кинуть виско там подальше насилие было дымал уху, где атаку сквозь, сколько нибудь не понял, там был снайпер, видел дымал уху, где атаку сквозь, подальше насилие я пошла уху, мне звук сликаю Все, вот так, вот так гепард или кто там, пантера помогла нам захватить авампоз. Так, ну что ж, друзья, сейчас мы купим, наконец-то, наш калаш третьего уровня. Какой же русский без калаша, да? Обязательно, калаш должен быть. Обязательно, продадим вот этого зубра, не хватает нам никаких микросхем для покупки калаша. Вот так вот, да? Вот такой красавец, да? После апокалипсиса вот так, почему-то у кендосов он выглядит. Все на изоленте, все на скрутках. Смешные, конечно, они. Эта изолента высканет через пару часов и ничего держать не будет, все разлетится. Ну да ладно, приобрели мы калаш замечательный. Вот вместо чего его ставить, мне все оружие, которое у меня есть, сейчас меня устраивает, мне нравится. Так, вместо чего, то есть нельзя вместо пистолета поставить, вот, это плохо. Не знаю, вот, гранатомер, ну, я им не так часто пользуюсь. Не знаю, может, мне с него дробовик жалко тоже, на ближней дистанции просто всех с ног шибает. Что же делать, что же делать? Убрал гранатомер пока, друзья, ну, посмотрим. Так, аптечки с крабцом. Ну что ж, парни, давайте еще раз пройдем, но сейчас мы пойдем к полусюжетному заданию. И нам надо спасти одну докторшу, не как бы спасти, а вернуть ее в наш этот, в Эдем, в наш дом, как бы, ее привезти. Она где-то далеко в горах, и что-то там случилось, она не может сама дойти, и за ней надо прилететь, и помочь ей в чем-то. И она тогда придет к нам. И мы будем процветать, да, доктор, это хорошо, доктор. Бобошечку вылечит, животик проглотит, таблеточку даст. Замечательно. Как же без доктора? Так, ну, для этого нам надо подготовиться, прокачать все, что можно прокачать. Как бы вот так. Так, смотрим, что у нас. А у нас в квартире газ, а у вас? Давайте сначала еще раз, я посмотрю на эти фотографии, если там что-то очень длинное, долгое или нудное, то есть я выполнять не буду. Но сейчас мы до них доедем и посмотрим, посмотрим. Мотоцикл мне этот очень нравится, там звук у него просто шикарный. Прокатимся еще раз на этом мотоцикле. Давай, 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 давай. Давай, тряси жуткой, давай, давай. Вот так, молодцы. Порядок, едем. Да, да, доктор, что далеко. Но сейчас мы посмотрим на задание, если выполнить его не будем, то переместимся сначала на базу, еще попал в лазерпаз, и, в принципе, мы будем в лазерпаз. Отец говорил, что был пилотом. Это похоже на вождение машины? Да, 9 фотографий, 9 разных мест нам надо сделать. И мы его в Караганду. Это задание. Не буду выполнять, мне не нравится. 9 фотографий. Вот, блядь, нашли фотографа. Вот этого, доктор, нам надо спасти. Все перемещаемся. Так, ну что ж, продолжаем. Так, погнали. Нам нужен вертолет. не знаю прокачивать это или нет это я так думаю можно даже это перемещаться на вертолете то есть если вы находитесь на вертолете и хотите не хотите идти вам можно терапортируется на вертолете ну посмотрим так мой запасный нужен все нормально так отечек тоже не надо тоже все нормально поехали а а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, я понял, что здесь делали. Надо добавлять уровень воды постоянно, чтобы он рос и поднимал на него. Да, так. Все, я понял. Так, следующий вход. Я думаю, чем дальше, тем будет сложнее. И это интересно, да. Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило так все. Осмотрись. Так, ладно, будем дальше. Очень интересные здесь квесты, завятки. Вообще прикольно. Мне нравится. Так, дикие животные. Так, все, все, все. Так, я научил все вскрывать без... Я уже говорил, поэтому... Это удобно, чтобы не убирать оружие. Так, куда идти-то? Блин, а как назад-то бежать? Я уже заблудился, если честно. Я уже не помню, как назад. А, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А, нырять пришлось. А куда плыть-то? Вот это самое страшное, когда плывешь, непонятно. Слишком светло, конечно, немножко сделать. И главное, не паникуй. Паниковать моя прерогатива. Очень страшно, очень страшно. Нырнул туда, куда-то вниз, какие-то комнаты. Пешком-то, блядь, еле идёшь, а тут ещё плыть надо, кислород кончается. Вот, вот, вот. Фу. Но обратно очень длинный путь, очень длинный путь. И я не знаю, как обратно. Так если мне сейчас опять, вот, уровень воды. Так, верь. Пучу обратно далеко идти. Так, вода, вода, вот, если без этой трубы. То есть, когда включу воду, вот эту должно сорвать. Потому что больше выхода, так, записка. Так, ну, в принципе, понятно. То есть, если я включу напор воды, трубы могут не выдержать. Понятно. Так, включаем воду. Так, пошло давление. Зывай. Да, да, да. Отлично. И надо, а нет, всё, не надо валить. Здесь, короче, 4 мельси. Так, и как закрывать, я не знаю. Так, это идёт в трубу. Так, здесь комната. Выход, exit. Выход туда. Так, это вода идёт в трубу тоже. Так, и здесь трубы. То есть, что закрывать? Чтобы выходной прогулки. Кажем из трубы. Это в трубу закрываем. Так, ещё одну вещь. Это в трубу. Так, ещё одну вещь. А, это в трубу. Всё, повистое, повистое, прополнило воды. Вот оно. А, вот оно. Поднималось, поднималось. Заходим, выходим, опускаем. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, газом, 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 газом. Сюда, не сюда. Может, это прозвучит грубо, но где вода, там и крокодилы. Просто вспомнилось. Ясно? Вспомнилось. Давай, 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 давай. Так, закрыто. Давай. О, есть, есть кислород. Не до конца, запомнило. Так, опять. Так, опять дверь. Понятно, всё, опять надо поднять давление. Но здесь она уже есть, и здесь просто его выбить. Так, уходим, 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 уходим. А, ну, есть, соответственно. Так, поднимаемся. Попробуй по лестнице. Или нет, не хватает давления. Попробуй по лестнице, ладно. Так. Змеи, это не клёво. Беспокойные твари. Пусть и хорошие. Здесь она будет змеей. Блядь, ненавижу змеи, сука, ненавижу. Лучше с крокодилом, блядь, траться, сука, чем со змеем. А где она, тварь, щипит? Еще трубок набросали, там, типа, чтобы на змей было похоже. Ну, тогда надо было красный шланг где-то бросать. Змей-то красный здесь. Где наши первые? Сук-сук-сук в морду вцепиться, брат. Девочки, отроки, блядь. Вот она, сук. Так, что тут у нас? Сук-сук-сук. Су. так идем дальше так а где крокодил то? обещали крокодила так и опять змея а где змей там и крокодилы не подойди это про воду а где крокодил? а где крокодилу подорочек? так еще кто-то не увидел а вот оно а где крокодил то? вот он вот он на тебе бля готов а что подпугали то? я думал как-то он когда поплыву он поднимется из-под воды где-то где меня снизил а так-то интересно ну да ладно все прикольно шел то я сюда далеко не занял то я думаю его отказался что-то пробиться а придется обратно путь ага ага все мед, гу- 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 гу Вот говно, и еще больше воды. Шевели жопкой, дружочек. Бегом, бегом, бегом! Давай, давай, давай! Слушай, ты сейчас вообще супергерой, да? Типа человек фитнес. Ты справишься, я в тебя верю! Где выход? Где выход? Блядь! Где ты здесь был? Где выход? Сынка! Без шестного бора! Где выход? Твою мать! Твою мать! Сука! Твою мать! Сука! Сука! Зачем я саму, да, блядь! Не могу дышать, сука! Сука! Вот он выход! Вот он выход! Сука, давай, чуть-чуть-чуть-чуть! Давай, 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 давай! Где ты справился? Захвати мою аптечку! Не забудь, ладно? Захвати ее! Захвати ее! Чуть-чуть-чуть награю! Надо принять слежное задание! Я не знаю! Так, а где ее мешочек-то, блядь, с этим? С мукой-то, блядь, с зеленью? Может, я ее взял, подобрал, случайно? Я подожди, не спрошу. Не, что-то печально. Дружочек. Да, подыхает. Я, прям, как разрушительница легенд, только с лекарствами. А, вон, что-то, вон он, вон он, вон он. Чуть-чуть надо было нырнуть. Так, ну что ж, тяжелая задание, тяжелая, но очень интересная. Господи, а дух какой! Чуть не продолбала ее. Ах, ты моя симпакушечка. Она снова с нами. Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Все, абсолютно, запишу ничего не упустим. Да, давай, везди меня. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Так, ну что ж, парни, выполнили это задание. На этом, наверное, я закончу. Если понравилось, ставьте лайки. Так, и не нашел еще одну ингредиент. Пишите комментарии. Если понравилась игра, задание, то будем продолжать. Кажется, нам придется помогать. Я на этом прощаюсь, парни. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok